я смотрю где-то на нас месяц назад кто-то порезал сити пусты защищенное кстати место я снимала поближе там раньше люди собирались стирали набирали воду для животных для дома для сада огорода сейчас это все дело функционирует тоже она истекает с гор сверху и есть края краны которые можно открыть закрыть все как положено хотел рассказать я поставлю шорт посмотрите очень странную историю из реки небоскреб но не небоскреб скорее как вышка по моему высотка как-то высот с одной стороны здание нескольких квартирах люди поняли что у них появились блохи и были в шоке потому что это как бы вообще такая тема странная что прежде всего хорватия такая страна когда очень много люди путешествуют а река так вообще туристов очень очень много слушайте правда кто-то так активно чистил молодец если я знаю после знакомая квартиру сдают посуточно всегда полная значит и туристы и студенты просто гости города и по делам всегда полно народу сама хорватия тоже туристическая вот половина земли точно как говорят что можно типа случайно перенести в своих вещах как-то завести блог на самом деле вообще с этим никто никогда не сталкивался апартамент регулярно чистится проветриваются и нигде никто никогда не замечал чтобы этот бяка завелась так вот поэтому люди просто не поняли откуда как что появились эти блохи и предполагается там просто из государственные это страна так камера как-то засвечивает или то что облачно как будто как свет бледне в общем предположили что государственная квартира была сдана я не буду называть национальность и ну это неподтвержденные данные вообще как бы сейчас меня снесет ой-ой подожди-ка надо спрятаться немножко я даже не знаю будет ли меня слышно нифига себе я даже капюшон одену ладно это с ним позже я да рассказываю спряталась в укромное местечко в общем что я хотела сказать да люди заметили этих после того как выехали граждане из квартиры государственной заметили что именно по тому стойку или как правильно сказать в общем начали начали распространяться блохи и службы вообще не хотели помогать типа нужна специальная обработка которая достаточно дорогая странно что у них не было какого-то органа ну контролирующего так подожди секунду а ладно хотела подняться наверх да да рассказываю быстренько и не хотел никто ничего делать по этому вопросу пока люди в газеты не вышли не стали трубить во все колокола звонить потому что говорят если еще немного то вообще по целому зданию распространиться и вот буквально на днях наконец-то только благодаря журналистам выехала и выехали государственные службы которые все перетрясли до этого говорили что нет мы ничего не видим тут обрабатывать не надо просто простерните вещи вам показалось прикиньте ну посмотрим что там будет дальше интересно что люди разделились на три группы одни естественно хотели чтобы все почистили и привели в порядок вторым вообще было пофиг а третьей даже не хватили пускать специальные службы в квартиры представляете совсем уже ку-ку потому что ну вы понимаете самостоятельно тяжело от этого от них избавиться от этой бяки и потом могут быть ну короче по обработке по всему и затраты и долгий это процесс и вплоть до того что надо и вещи некоторые выкидывать и матрасы и прочее ну вот видите всегда когда сдаешь квартиру когда оставляешь дай боже если только что-то где-то пролили бы разбили так это все минимум что можешь потом а найти в своих апартаментах и дома